Посол Китая в Республике Молдова Чан Инхун считает, что налаженные во время пандемии формы сотрудничество нужно сохранять и развивать и после того, как пандемия будет преодолена. Он отметил, что несмотря на пандемию, молодокитайское сотрудничество активно развивалось в 2020-м. Хотя этот год оказался непростым для всех, в том числе для посольства Китая. «Пришлось защищать себя от эпидемии, но мы не можем отложить в сторону работу», — добавил Чан Инхун. Несмотря на серьезную эпидемиологическую ситуацию, все дипломаты посольства продолжают работать на своих постах, демонстрируя командный дух и приверженность общему делу. «Я выражаю им благодарность за усердие и самоотверженность», — сказал дипломат. По его словам, эпидемия принесла посольству много неудобств, но китайские дипломаты все равно активно поддерживают связь со своими молдавскими друзьями, обычно в формате видеоконференции. Это дало даже больше возможностей общения с партнерами из отдаленных районов и городов, быть в курсе их виденья и предложений о китайско-молдавском сотрудничестве. «Мы должны продолжать этот эффективный метод даже после эпидемии», — отметил дипломат. Он сказал, что дипломаты посольства поддерживали связь с коллегами из Китая и успели организовать доставку в Молдову шести партий противоэпидемических средств. Китай стал первой страной, протянувшей руку помощи Молдове во время пандемии, заметил посол КНР в Республике Молдова Чан Инхун.